ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПАРАД В честь 72-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной Войне. Военно-патриотическим парадом командует полковник Иван Васильевич Фёдоров. Принимает военно-патриотический парад военный комиссар Республики Сахай-Кутия, полковник Демир Ол Иванович Артына. Парад! Становись! Равняйсь! Смирно! Равнение на средину! Товарищ полковник, военно-патриотический парад во знаменование 72-й годовщины Великой Победы построены, докладывает полковник Фёдоров. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ полковник! Поздравляю вас с праздником Победы! Равнение на середину! Равнение на середину! Товарищ глава Республики Сахай-Якутия, военно-патриотический парад в честь 72-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне построен. Военно-патриотический парад военно-патриотический парад во знаменование 73-й годовщины Победы Советского народа над фашистской Германией! Приказ министра обороны Российской Федерации. Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы и офицеры, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы, работники оборонной промышленности. 9 мая 1945 года полным разгромом фашистской Германии и ее союзников была завершена самая тяжелая и кровопролитная в истории человечества война, в которой решались судьбы народов нашего государства и всего мира. Сегодня боевую славу героев-фронтовиков достойно продолжают войны наших вооруженных сил, упорным ратным трудом, надежно обеспечивая военную безопасность Российской Федерации. Поздравляю вас, уважаемые товарищи, с Днем Победы! Желаю ветеранам крепкого здоровья, благополучия и успехов в воспитании подрастающего поколения, а военнослужащим высоких результатов в повышении боевой готовности и совершенствовании воинского мастерства. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. На площади Победы, столице нашей Северной Республики, в Якутске, начинается военно-патриотический парад в честь 72-летия Великой Победы! Парад равняется пирожа к торжественному маршу. Парад равняется пирожа к торжественному маршу. Парад открывает знаменная группа. Знамя Победы несет старший лейтенант Алтан Цыгенов. Флаг Российской Федерации несет капитан внутренней службы Андрей Иванов. Флаг Республики Саха-Якутия несет капитан внутренней службы Сергей Терышкин. В торжественном строю проходят воины-интернационалисты, участники ветераны боевых действий в Северокавказском регионе, награжденные боевыми орденами и медалями, достойно выполнившие воинский долг перед отчизной. Во главе парадного расчета полковник полиции Николай Гребенников. На марше военнослужащие измерительного пункта войсковой части 14129. Знамя космических войск несет старший лейтенант Виктор Костин. В парадном марше сотрудники Министерства внутренних дел Республики Саха-Якутия. Во главе парадного расчета майор полиции Виталий Азорфин, заместитель начальника курса Центра профессиональной подготовки Министерства внутренних дел Республики, ветеран боевых действий. В торжественном строю члены общественной организации «Союз десантников». Знамя воздушно-десантных войск несет гвардии младший сержант Степан Слепцов. Торжественным маршем проходят сотрудники Северо-Восточной линейного управления Министерства внутренних дел России на транспорте. Во главе парадного расчета капитан полиции Артур Соловьев. В парадном марше сотрудники управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Республики Саха-Якутия. Во главе парадного расчета заместитель командира отряда, участник боевых действий майор полиции Евгений Кокотаев. Проходят сотрудник управления Федеральной службы исполнения наказаний России по республике Саха-Якутия. Во главе парадного расчета полковник внутренней службы Александр Левчишин. Проходят торжественным маршем сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по республике Саха-Якутия. Во главе парадного расчета референт государственной гражданской службы первого класса Иван Петров. В парадном марше воспитанники Якутской кадетской школы-интерната. Во главе парадного расчета майор кадетского корпуса Павел Маякунов. Знамя корпуса несет сержант кадетского корпуса Андрей Амосов. Торжественным строем проходят студенты якутского филиала юридического полицейского колледжа. Знамя корпуса несет студент второго курса Виктор Малышев. Во главе парадного расчета студент второго курса Павел Яковлев. Будущие полицейские достойно пополнят ряды правоохранительных органов республики. Учебное заведение создано в 2007 году. За 9 лет обучено и подготовлено порядка 500 студентов для работы в силовых структурах. Директор, заслуженный работник народного хозяйства, ветеран милиции, полковник Вера Бурцева. Торжественным строем проходят курсанты якутского филиала Сибирского государственного университета водного транспорта. Парадный расчет возглавляет начальник организационно-строевого отдела Владимир Жуков. Знамя института несет курсант второго курса Марсэм Барчахов. Якутский институт водного транспорта Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Сибирский государственный университет водного транспорта является обособленным структурным подразделением университета. В парадном строю члены Якутской республиканской общественной организации Якутский казачий полк. Атаман полка, казачий генерал Александр Козырь. Знамя якутского казачьего полка несет Есаул Георгий Яковлев. Торжественным строем проходят учащиеся средних общеобразовательных школ города Якутска. Перед вами участники штаба юнармии города Якутска. Первыми участниками всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения юнармия являются учащиеся военно-патриотического клуба «Айсберг» Сахагимназии. Руководитель клуба «Патриот России», почетный работник общего образования, ветеран вооруженных сил России, заслуженный учитель Российской Федерации, майор запаса Егор Жерготов. Торжественным маршем идет взвод военно-патриотического клуба «Кречет» городской классической гимназии. Командир взвода Александр Попов, руководитель клуба Степан Ильин. На марше участники военно-патриотического клуба имени Героя России Александра Рыжикова, школы номер 26. Командир взвода Дмитрий Кузнецов, руководитель Татьяна Тугит. В торжественном строю проходят члены военно-патриотического клуба «Эрель» Якутской городской национальной гимназии. Командир клуба Чагыл Адамов, руководители Татьяна Крылова, Павел Едреев. На площади члены клубов собаководства города Якутска под руководством руководителя Федерации ездового спорта республики Федорова Василия Анатольевича. В годы Великой Отечественной войны для нужд фронта было подготовлено около 70 тысяч служебных собак. Ездовые и санитарные собаки вывезли более 600 тысяч раненых, доставили около 4 тысяч тонн боеприпасов, около 6 тысяч собак-миноискателей, обнаружили около 4 миллионов взрывчатых веществ. Военно-патриотический парад завершает сводный оркестр Государственной филармонии Республики Саха-Якутия имени Кривошапка Дирижер Павел Васьковский Посмотри, как мало осталось двоих в этом частном столе. Десять годков, что за лица увидят мои дети 9 мая. Кем будут гордиться? Ты не встанешь, я знаю, но я пронесу твою честь, ведь я твоя кровь. Мы верим, что защита Отечества находится в крепких, надежных руках. Пусть примером для грядущих поколений вечно будут служить мужество и героизм доблестных защитников Родины, немеркнущий подвиг во имя будущего Отчизны. Дед, вставай, посмотри, как мало осталось двоих в этом частном строю. Дед, вставай, через десять годков, что за лица увидят мои дети 9 мая. Кем будут гордиться? Ты не встанешь, я знаю, но я пронесу твою честь, ведь я твоя кровь. Памяти наших отцов и дедов. Памяти вечно молодых солдат и офицеров Советской Армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Памяти тех, кто на своих плечах вынес все тяготы и испытания войны и послевоенного лихолетия. Кто бился насмерть, освобождая города и деревни. Кто испытал на себе ужасы фашистских лагерей. Кто сутками пахал на заводе, в поле, на заготовке продуктов, ловил в ледяной воде рыбу, охотился на зверя, сражался в партизанских отрядах. Они вместе ковали великую победу. И вклад каждого поистине неоценим. И сегодня они вновь в строю вместе с нами. В каждой семье памятен свой герой-победитель. И сегодня сотни людей вышли на парад победы, встав в ряды бессмертного полка с портретом своего родственника-ветерана боевого или трудового фронта. Плечом к плечу идут убеленные сединами ветераны, дочери и сыновья фронтовиков, внуки и правнуки. В руках портреты самых дорогих и близких сердцу людей. Братьев, отцов, дедов, бабушек, сестер и матерей, павших и живых. Тех, кто на своих плечах вынес все тяготы и испытания войны и послевоенного лихолетия. Кто бился насмерть, освобождая города и деревни. Кто испытал на себе ужасы фашистских лагерей. Кто сутками пахал на заводе, в поле, на заготовке продуктов, ловил в ледяной воде рыбу, охотился на зверя, сражался в партизанских отрядах. Они вместе ковали великую победу. И вклад каждого поистине неоценим. И сегодня они вновь в строю, вместе со своими потомками. Настанет день, и последний солдат Великой Отечественной войны уйдет в вечность. Кого мы будем обнимать, дарить цветы, благодарить? Кого будут помнить наши дети? И чтобы никогда не прерывалась живая связь времен, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, мы понесем их лица победным стролем. Пусть все видят и все помнят, ведь мы их дети. И мы наследники Великой Победы. В день Победы 9 мая мы формируем бессмертный полк. Всем, кому дорога память о своих родных фронтовиках, память о дедах, отцах, сыновьях, память о братьях, сестрах, все они придут на построение бессмертного полка. От героев былых времен, не осталось порог имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный огней мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Субтитры создавал DimaTorzok Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И в глазах молодых солдат с фотографий уядших глядя, этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. В какой земле не помню, нет деда, помилуй Бог. Они создатели победы. Бессмертный полк Плывут портреты, как святыни, И рядом мертвые с живыми Сыны и дочери России. Бессмертный полк Идут стрелки, артиллеристы, Идет морфлот, Саперы, летчики, танкисты, Бессмертный полк Плывут портреты, как святыни, И рядом мертвые с живыми Сыны и дочери России. Бессмертный полк Плывут портреты, как святыни, И рядом мертвые с живыми Сыны и дочери России. Бессмертный полк Я слышу шорох, бесконечный, Без счетных ног Идет в неведомую вечность Бессмертный полк Плывут портреты, как святыни, И рядом мертвые с живыми Сыны и дочери России. Бессмертный полк И как бы ни был миру страшен Фашистский долк Не сдаст ему свободу нашу. Бессмертный полк Плывут портреты, как святыни, И рядом мертвые с живыми Сыны и дочери России. Бессмертный полк 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 Услышь меня из глубины времен Ты мой родной, мой легендарный прадед И с высоты на мир спасенный глядя Найди себя среди других времен Я с гордостью встаю в бессмертный полк Ведь память о тебе для сердца свята И помнить подвиг каждого солдата Для правнуков победы высший долг Бессмертный полк, ты будешь жить в Италии Бессмертный полк, победы наши кланят Бессмертный полк, бессмертный рядом с нами Бессмертный полк, бессмертный полк Бессмертный полк, бессмертный полк Пусть встанет строй народ моей страны Пусть помнят села, города, станицы Своих героев храменные лица Великого достоинства полны Чтоб слава их пережила века Чтоб помнили об этом наши дети Чтоб знали цену той святой победе Вставали в ряды бессмертного полка Бессмертный полк, ты будешь жить веками Бессмертный полк, победы наши кланят Бессмертный полк, бессмертный рядом с нами Бессмертный полк, бессмертный полк Бессмертный полк, 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 бессмертный Бессмертный рядом с нами. В бессмертном полку нет громких речей. В бессмертном полку миллионы свечей. Горят в каждом сердце и ночью, и днем. Вечным огнем, священным огнем. В годы Великой Отечественной войны из Якутии были призваны 62 343 человека. Из них 32 919 погибли, умерли или пропали без вести. Только из Якутска было призвано более 24 тысяч человек. Алданский 11 687, Чуровчинский 10 356, Вилюйский 7 437, Алёк Минский 5 644, Аллах Юньский военкомат 3763 человек. Воины из Якутии служили снайперами, разведчиками, артиллеристами, танкистами, лётчиками. На Волховском фронте, Юго-Западном фронте, Калининском фронте, на Курской дуге защищали Москву и Ленинград. И сегодня в рядах Бессмертного полка с фотографией на нас смотрят они, не вернувшиеся с поля боя герои, и те, кто вернулся, но их уже с нами нет. Это они, солдаты Бессмертного полка. Бессмертный полк опять в строю, участвует в торжественном параде. Портреты победителей несут, бессмертие представлено к награде. Поблёкших в снимках разных лет, видна война, эпоха лихолетия. Грудь в орденах за множество побед, за мир в стране на многие столетия. На площади идёт неровный строй, их дети, внуки, вдовы и сироты. Для каждого из них он был герой. В атаку шёл на вражеские взоты. Победный гром, салюта вашу честь. Бессмертных памяти людской остались. Святой была фашистом ваша месть. Вернуться с той войны не всем досталось. Бессмертный полк опять в строю. Нам не забыть о той войне далёкой. Вы не щадили в битве жизнь свою. И уходили в вечность. Вы до срока. Бессмертный полк – это самая честная, искренняя и душевная акция, которую можно было придумать. Поэтому самое многолюдное сюда приходят не потому, что заставили по работе, настойчиво попросил начальник или пообещали премию. В ряды бессмертного полка встают по зубу сердца. Именно там можно почувствовать единение с теми, кого давно нет. Но они живы в семейных фотоальбомах, воспоминаниях. А теперь вот и на портрете, который ты держишь в руках. И это не от него, этого портрета, человеческое тепло. Даже если с Леной дует ветер, больше похоже на ураган. И такое же тепло вокруг тебя. Связь поколений. Ты чувствуешь её физически. Никакой учебник или самый правильный лозунг такого ощутит, не позволит. Только так, плечом в плечу с другими. Рядом якуты, русские, киргизы, буряты, казахи, чеченцы, украинцы, татары. И это уже дружба народов. Мы о ней много говорим, но стать родными, даже незнакомым людям, можно только тут, в этих рядах. Русские, украинцы, чеченцы, татары, ингуши, таджики, армяне, узбеки, киргизы. У каждой свой воин, своя история. Каждый народ отдал войне своих лучших сынов, самых смелых, отчаянных мужчин. Слава тебе, победитель солдат! Сегодня ты снова в строю. Не закончилась война для тех, кто пал в бою. Солдаты, победы вновь в строю, всегда в строю. Они снова в строю. Наши воины, победители. Они продолжают свой победный шаг по стране. Мы не щадили жизни на войне. Мы гибли под Москвой и Сталинградом. Мы не могли представить в вечном сне, Что встанем в строй однажды с вами рядом. Под знаменем бессмертного полка Пройдем сквозь время, города и страны. Пусть след войны своей смертельной раны Для всех уроков станет на века. Память. Вот то чувство, которое заставляет жители города Якутска Каждый год вставать в ряды бессмертного полка. Невзирая на все неудобства, Чтобы отдать долг памяти. Эти мгновения святы. Они нужны каждому живущему сегодня. И нашим детям, и внукам. Это то, что делает нас людьми. Мы живы, пока хоть кто-то о нас помнит. Каждый из тех, кто пал на полях сражений, Кто умер в госпиталях от ран, Или дошел до победы, Но не дожил до наших дней. Кто ковал победу у станков, Кто стыл в тылу на заготовке продовольствия. Каждый из них должен оставаться в строю. К строю бессмертного полка. Вставай, бессмертный полк, Смотри в глаза солдата, И память о войне пусть будет свята, И сохранить ее наш общий долг. Бессмертный полк шагает по стране, Не все смогли дожить до дня победы. Спасибо вам за этот марш победный, Спасибо вам за память о войне. Мы все бойцы бессмертного полка, Пусть знают мир и знают ваши дети, Пока вы помните, наш полк бессмертен, Народный подвиг славен на века. Память, память, за собой позови, В те тревожные далекие дни. Ты героев ушедших сейчас оживи, О живущем ныне юность верни. Память, память, ты же можешь, Ты же должна стрелки на мгновенье повернуть. Мы хотим не просто вспоминать имена, Мы хотим в глаза им заглянуть. На площади победы идут колонны бессмертного полка. Дед, вставай. Посмотри, как мало осталось твоих в этом частном строю. Дед, вставай. Через десять годков, что за лица увидят мои дети 9 мая, Кем будут гордиться? Ты не встанешь, я знаю, Но я пронесу твою честь, Ведь я твоя кровь. Памяти наших отцов и дедов. Памяти вечно молодых солдат и офицеров Советской Армии, Павших на фронтах Великой Отечественной войны. Памяти тех, кто на своих плечах вынес все тяготы и испытания войны и послевоенного лихолетия. Кто бился насмерть, освобождая города и деревни. Кто испытал на себе ужасы фашистских лагерей. Кто сутками пахал на заводе, в поле, на заготовке продуктов, Ловил в ледяной воде рыбу, охотился на зверя, Сражался в партизанских отрядах. Они вместе ковали великую победу. И вклад каждого поистине неоценим. И сегодня они вновь в строю вместе с нами. В каждой семье памятен свой герой-победитель. И сегодня сотни людей вышли на парад победы, Встав в ряды бессмертного полка с портретом своего родственника-ветерана Боевого или Трудового фронта. Плечом к плечу идут убеленные сединами ветераны, Дочери и сыновья фронтовиков, Внуки и правнуки. В руках портреты самых дорогих и близких сердцу людей. Братьев, отцов, дедов, бабушек, сестер и матерей, Павших и живых. Тех, кто на своих плечах вынес все тяготы и испытания войны И послевоенного лихолетия. Кто бился насмерть, освобождая города и деревни. Кто испытал на себе ужасы фашистских лагерей. Кто сутками пахал на заводе, в поле, на заготовке продуктов. Ловил в ледяной воде рыбу, охотился на зверя, Сражался в партизанских отрядах. Они вместе ковали великую победу. И вклад каждого поистине неоценим. И сегодня они вновь в строю, вместе со своими потомками. Настанет день, и последний солдат Великой Отечественной войны Уйдет в вечность. Кого мы будем обнимать? Дарить цветы, благодарить. Кого будут помнить наши дети? И чтобы никогда не прерывалась живая связь времен, Чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, Мы понесем их лица победным строем. Пусть все видят и все помнят, Ведь мы их дети. И мы наследники Великой Победы. В день Победы 9 мая Мы формируем бессмертный полк. Всем, кому дорога память О своих родных фронтовиках, Память о дедах, отцах, сыновьях, Память о братьях, сестрах, Все они придут на построение бессмертного полка.